Вы смотрите новости онлайн. Бывшая жена Джигарханяна обратилась за помощью в антикоррупционный комитет. Она хочет замять скандал полюбовно. После скандального развода Виталини Цембалюк-Романовской стоило уйти в тень. А еще лучше уехать из страны. Но она предпочитает дразнить гусей. Ходит на премьеры и презентации, хвастается в соцсетях фотографиями из самых дорогих салонов и ресторанов, участвует в гламурных фотосессиях и появляется на ток-шоу. Тем временем адвокаты Джигарханяна всерьез взялись за Виталину. Следственный комитет подозревает ее в распространении информации о бывшем муже без его ведома. Кроме того, в отношении пианистки возбуждено еще одно уголовное дело – похищение документов. Обвинение по данному делу пока не предъявлено, однако уже ведутся следственные мероприятия, допросы, обыски и выемки дома у Виталины и ее родителей. Кроме того, пианистка, по мнению юристов, наказала актера на 12 миллионов. После всех этих событий Виталину бросила даже единственная верная подруга – Элина Мазур. Иначе, видимо, она может пойти по этапу, как подельница и соучастница. Тем более свою вину Мазур отчасти признала в эфире НТВ. Цымбалек Романовская поняла, что надо предупредить беду, и обратилась за помощью к главному эксперту Московского антикоррупционного комитета Алексею Лобареву. «Благодарю его за поддержку в юридическо-правовом комментарии, перед которым не мог устоять ни один противник», – улыбается Виталина. «Хотя наша цель – исключительно перемирие и соглашение сторон. Мы за добро». Интересно, о каком перемирии может идти речь, если Джигарханян прилюдно обозвал жену воровкой и зреть видеть ее не хочет. Тем более после того, как узнал, что Виталина оставила его без квартир и фактически пустила по миру. Благодарю вас за просмотр! Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч!